Друзья, всем привет! Вы на канале ABC Cooking и с вами я, Наталья Машика. Сегодня предлагаю вашему вниманию рецепт очень вкусного бананового пирога-перевертыша с карамелью и орехами. Этот пирог настоящее блаженство, ну очень вкусный! А еще он очень красиво смотрится на столе. Так как это пирог-перевертыш, первым слоем всегда идет начинка. Для начинки нам сегодня потребуется Сливочное масло 65 граммов, коричневый сахар 90 граммов, 3 среднего размера бананы. Если бананы у вас большого размера, возможно вам понадобится всего 2 банана. Для приготовления теста мне потребуется пюре из 2 спелых бананов, я его измельчила с помощью вилки, может быть небольшими кусочками, все равно будем взбивать потом миксером. Также щепотка соли, пол чайной ложки корицы, полторы чайных ложки разрыхлителя, 250 граммов муки, 2 яйца, 90 миллилитров греческого йогурта или любого другого натурального йогурта без добавок или можно также заменить сметаной, 200 граммов сахара или можно добавить чуть меньше, если хотите меньше, 75 граммов сливочного масла, 1 чайная ложка ванильного экстракта или можно заменить ванильным сахаром, 1 чайная ровная ложка пищевой соды. Для карамельной глазури мне потребуется 40 граммов коричневого сахара, 60 миллилитров сливок у меня 35%, 40 граммов сливочного масла, также потребуется щепотка соли и 3-4 столовые ложки орехов для украшения. Приступаем. Мне понадобится вот такая вот разъемная форма диаметром 23 сантиметра, я ее застелила пекарской бумагой, обязательно поставьте эту форму на противень, тогда будет выпекаться пирог, потому что первым слоем идет масляный слой и иногда такая форма может подводить и масло может капать, поэтому имейте это в виду. Сбрызгиваю форму маслом-спреем и высыпаю коричневый сахар. Распределяю сахар по дну формы с помощью спатулы. Сверху на сахар кладу кусочки сливочного масла. Духовка у меня нагрелась до температуры 180 градусов Цельсия. И эту форму необходимо отправить в духовку примерно на 5-7 минут, для того, чтобы масло и сахар немного растопились. Тем временем бананы почищу и нарежу кружочками. Не делайте кружочки слишком толстыми, но и не слишком тонкими. Толщина каждого кружочка примерно 4-5 миллиметров, не больше. Прошло 6 минут. И теперь сливочное масло и коричневый сахар я немного еще распределяю по дну формы, чтобы все было равномерно и аккуратно. И затем сверху выкладываю банановые кружочки. В отдельной миске соединяю муку, соль, корицу, пищевую соду и разрыхлитель. Перемешиваю. В другой миске соединяю сливочное масло и сахар. Все взбиваю миксером примерно 1,5-2 минуты. Затем добавляю яйца и ванильный экстракт. Также греческий йогурт и банановое пюре. Все взбиваю миксером до однородности примерно 1,5-2 минуты. Далее 3-4 этапа добавляю мучную смесь и продолжаю взбивать миксером на небольших оборотах буквально несколько секунд. Полученное тесто выливаю сверху на начинку и распределяю все с помощью спаттлы. Буду выпекать пирог первые 30 минут при температуре 180 градусов Цельсия, затем температуру убавлю до 165 градусов Цельсия и буду выпекать еще 25-30 минут. Пирог готов. Дам ему остыть 1 час в форме. А затем уже можно вынуть из формы. Аккуратно пройдусь ножом по краям, снимаю кольцо, накрываю тарелкой и переворачиваю на тарелку. Аккуратно снимаю дно формы и пергаментную бумагу. Вот такая вот красота получилась. И теперь самое время приготовить карамель и покрыть карамелью. Соединяю сливки, коричневый сахар, сливочное масло и добавлю щепотку соли. Эту смесь я поставлю на плиту, доведу до кипения и буду варить на небольшом огне 2-3 минуты. Смесь должна слегка загустеть, но не должна быть слишком густой. Вот такая вот карамель у меня получилась. И теперь необходимо дать карамели остыть прямо в этом коршике примерно 2 минуты. А затем уже можно покрывать ею пирог. 2-3 глазури я использую для украшения пирога, а 1-3 глазури я буду использовать для индивидуальной подачи. Пирог украшаю поджаренными, рубленными орехами пекан. Можно взять грецкие орехи или любые другие орехи по вашему выбору. И, конечно же, я пирог разрежу и покажу вам, какая у него структура. Пирог очень нежный и очень мягкий. Ребята, посмотрите на эту замечательную структуру пирога. Он очень красивый и, уверяю вас, очень вкусный. Отлично его подавать со взбитыми сливками или ванильным мороженым. Вкусный как в холодном виде, так и в теплом виде. Обязательно попробуйте. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с друзьями в социальных сетях. Ну а я желаю вам приятного аппетита и с наступающим Новым Годом! До новых видео! Всем пока-пока!